ребята привет с вами игнат я нашел выход из положения я уже не могу все . предела достигнута грязный господи в общем буду я теперь в кепке ходить я смотрю в инстаграме многие чуваки на лысо спрягутся я все-таки не теряю надежды что вдруг завтра кроватка она ходит по дощечкам дурная акробатка увидела меня идет ко мне я не теряю надежды ребята что вдруг уже карантин на днях опы с ним ты мне на работу надо будет ехать поэтому радикально так конечно я рука уже прям поднимается но не буду и ничего делать не буду стричься на лысо к машина грязная сейчас хочу сейчас поеду магазин надо съездить и хочу еще знаете что заехать и хочу заехать на крепость подняться поснимать ее зум камерой я там кое-как поапгрейдил себе микрофон и и на этой камере и на большой камере вот сейчас ветер а по идее вы не должны его слышать потому что я сделал ветрозащиты офигенной а кто скрипит ты чё скрипишь чё кошка скрипит а ты чё такая теплая откуда котя теплая вылезла где-то спит в каком-то теплом месте есть у тебя еда так вот сейчас тоже прям сильность такой хороший ветер я вчера когда монтировал тот влог от реки который новую реки я где мусор снимал я охренел от того что ветра там вот там такой ветер был из-за пуховок который я налепил на камеру и вообще не слышно но здесь на этой камере я очень хорошо продумал и закрепил его а вот на большой камере у меня нет такой возможности прям также и закрепить посмотрим как получится вот прям вот здесь вот сейчас я даже сам себе говорю прям как пец капец ветер а я вчера смотрю прям такое получилось видео как это закат такой вечерний как будто тихо гладь все мусор надо мне весь собрать и поеду вот она вот она ты чё скрипишь откуда вылезла где так тепло где у кошки так тепло где так тихо да что такое где у коти тепло так ребята еще я забыл вам знаете что показать мы недели полторы наверно назад серега гуляли там у старого железно и нового железнодорожного моста я забыл это выгрузить с той камеры и она так и лежит лучше вы посмотрите сейчас это и потом мы уже окажемся с вами на крепость мы сегодня говорили же что поедем на залив может даже с ночевкой я говорю но в общем погода смотрите какая идет на улице дождик вот сейчас мы приехали в кингисеппе магаз пошли сходили вроде как дождик успокоился а так прям капец дождик плюет еще он воду из реки набрал чтобы пить может родник правда там я вам помните родник я вам помните говорил что приеду сюда еще покажу вам он от старого моста а ты застал этот старый мост серега такой ветрище холодно короче погода конкретно испортилась естественно ни о каком заливе речь не пошла не пошла и не и не и не идет смотрите сколько мусора надо правда наверно школьников на субботник и тогда родителей срать не будут если их дети будут убирать но за серёга такой мосток конечно лучше не ходить на него наверно вдруг поедет ну мы можем убежать да на середину и вот так плюнуть в речку сейчас немножко я покажу вот правда огорожена есть это в эстонии здесь идут поезда да горка какая зимой отсюда дети наверное катаются грехами не покроет для пасхи это место хорошее да тут наверно никого нету часовня главное и с колоколами а ну да наверно что есть а он с бутылками да ребят тут открыто смотрю как укрепляли прям укреплено все ну так то да это все может спокойно съехать если не укрепить а он пробуем с канализацией а вот это что за джакузи там такое они взяли бутылку воды бы набрались даже для сока это как раз таки купили наверное как раз к святому источнику то есть люди вы выбираете снегу добрые люди проходят их точно тут святой эмоции Екатерина через территорию храм пожалуйста вы даете ключ правила не курите не входите с собаками зайдите в храм и помолитесь и получив благословение божие набирайте его два здравия души и тела хранился тут видишь полевая кухня называется храм святого царя лазаря отцовского и святого царя родственники николая второго а вот эта часовинка просто будет да она за храмом будет на интересно зачем у вас же хороший храм восемнадцатого века а больниц мало бывает казалось больниц мало вот весь план который по углам стоит часовня еще говорил что в башню зайти можно здесь здесь а здесь там вообще получается храм святого благоверного Александра Невского башню часов часовных святого Николаевича готова так тут что много храмов будет что-то построить а они вообще ага только площадку готовят там на берегу реки сейчас это все как зацветет тут можно такую набережную красивую сделать гранитную глянь утки как рядом маленький утенок да побежали я остановился и он остановился давай прыгай в воду и поплыл очень оригинальный очень оригинальный очень огорожен я еще в этом в парке находил святой источник они просто бутылкой видишь обвязали все ну да сами люди наверное облагородили как могли там вон ребята я люблю валю мы с Серегой смотрим кто-то написал и не понимаем как он туда залез вот держался наверно но это очень страхово было то есть из-за Вали он мог и значит очень сильно Валю любит любил наверно люблю в написании не могу очень я очень люблю Валю не могу еще бы влезло а может Валя даже в этом доме живет она охренела наверно утром когда вышла на улицу да она уже отслоилась она наверно долбанулась это он вот так вот все равно же ну вот это вот насыпь от старого моста я тоже так понимаю все равно он как-то но здесь параллельно будет все равно он высоко должен был быть а вот это вот все равно низкая какая-то опора разрушена думаешь как ты думаешь дойти до нее можно глубоко вот такой остров прикольный вот ребята вот эта церковь новая вот за этим мостом железнодорожным а старая 18 века сейчас вам покажу ее даже отсюда видно они прям так рядом новую начали строить вот виднеется это это старая 18 века вся в лесах это новая приехали ребят в этот парк в памяти здесь кафешка она работает мы сейчас с Серегой пойдем кататься на качелях вроде как все парки закрыты но черт его знает гисеппи может не действует это правило сейчас посмотрим закрыт парк или нет ну там ребята лента есть но вот здесь я думаю даже вижу а качели замотанные тоже фиг мы на качелях покатаемся качели прям замотали на дерево щиток распределительную прибили красота оооооооо все даже дорожками застели все досвет наверное Да, качели замотали, а лавочки все открыты. Сюда свет прицепляется. И вот здесь, представляете, много-много людей. И ты на этой сцене выступаешь. А, да, да, я вас тоже люблю. Я, ребята, у одного из торговых центров Кингисеппа. Вон, видите. Мало людей. Кингисеппе тоже ответственные. Да, везде у нас ответственные. Хоть и в Москве-то начали кошмарить, все равно люди-то сами сидели и не создавали такие очереди у метро, как они сами идиоты создали, когда-то сделали. Про типа QR-коды, когда они считывали. Смотрите, ребята, тут какое дерево. Сейчас это в Сбербанке. С женщиной разговорились. Она. Там, в общем, стоят такие эти. Ну, стулья поставили на метр где-то примерно. Маленькое отделение Сбербанка. Я был в кассе, а кассиры сидят за стеклом. Я говорю, это хорошо, вот тут защищенный за стеклом. Говорит, да фиг его знает. У нас тут, говорит, кондиционер-то, когда такая фигня, нельзя, чтобы работал. И они сидят в этом, за стеклом, в духоте. Так что, говорит, еще такое. А вы, говорит, я почему никак не защищаете? Я говорю, масок нет. Она говорит, ну перчатки хотя бы купите себе. Люди заботятся друг о друге. Люди друг о друге заботятся больше, чем наше государство. Не дают нам денег бесплатно, как в Европе и в Америке. Так, ну что, ребят, буду я сейчас испытывать эту пуховку свою в реально полевых условиях. Сейчас полезу на самый верх крепости. Ну, туда к реке пойду. Здесь такие чайки. Я сейчас говорил с Серегой по телефону. Они прям им кинули хлеб. Ё-моё, как они налетели на этот хлеб. Посмотрите, сколько там. Японский городовой. И чайки такие с черными головами, видите? Офигеть, да? Что они там кормят? Что они там кормят? Девочка вон кормит. Капец их там. Драка, 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 драка. Правда, говорит, голодная, как чайка. Драка, да? Трака, да? О, жисть. Ну а мы, ребята, идем смотреть на реку, и там сильный ветер. Заодно посмотрим, как работает защита, которую я наколхозил на камеру. Я дома покажу вам, наверное, сниму, что я там наколхозил. Вот, в принципе, уже я стою наверху, здесь такой ветерочек, уже такой, ну, достаточно, довольно-таки хороший. Ну, достаточно, но недостаточно. Нет, надо идти туда, на край. Сейчас тут, ребята, все зацветет. Такие... Странно, почему этот парк не облагородят. Это не парк, но территорию крепости. Прям здесь, ну, вот, видно, раньше было это, что-то выложено. Наверное, раньше-то было облагорожено. Лучше бы они вот здесь, ребята, все эти деревья ликвидировали, поставили сцену, и вот здесь бы, ну, здесь бы были люди, здесь бы была сцена. Может, она, кстати, раньше здесь и была. И проводили бы здесь дни города. Так, ребята, уже ветер сильный. Прям уже капец какой тут ветер. Я почти поднялся. Да, вот тут ветер как раз такой, что мы сейчас всеми и проверим мою защиту. Еще, ребята, я вам сейчас что-то покажу. Ну, там лошадки, которые обычно по парку гуляют, они гуляют у реки. Посмотрите, какой они красивые. Я еще ехал, хотел остановиться, показать вам. Так, сейчас я пройду деревья, покажу вам лошадок. Вот он, ребята, этот стена крепости. Ой, какое небо, гляньте. Прям гуашу как будто нарисовано. Тут вон, как, ребята, на самом деле резко вниз идет. Слушайте, стены огромные, и они же там есть. Так, а вон они лошадки. Лошадки уже свежую травку кушают, ходят. Сами они туда ушли, что ли? Самостоятельно, интересно, они или нет. Ой, небо. Так, ну и река. Если, ребята, это правда сработает, этот способ буду больше снимать на эту камеру, потому что с этой камеры так сильно ветер слышно, прямо уши режет. А микрофон к ней цеплять постоянно просто тупо мне лень. Красота, красота. Вон аж пья на парике. И лошадки, а вон их пастухи. А, это не пастухи, наверное, это просто молодежь развлекается. Хотят, наверное, с лошадками пофоткаться. Красота. О, давайте башню зазумим. И башню эту телефонную потерялась. Наконечник прям, видите, мы видели. О, вот сейчас вообще ветер, то, что надо. Сейчас проверим все на вшивость мою эту витрозащиту. Завтра, ребята, я поеду в Санкт-Петербург. Ну, поеду тоже ненадолго. Поеду буквально на ночь. Ну, я быстренько, мне, как всегда, надо будет там по делам пробежаться. Я пробегусь и поснимаю, что, что в Питере творится. Посмотрим. Птички-то, птички, как в городе тоже. Да, вот тут, ребята, у них прям такое общественное пространство напрашивается. Нафиг эти деревья нужны у них? Деревья вон вокруг. Отошел и деревья. А здесь сцену какие-нибудь. Ой, да здесь много чего можно сделать интересного. А вообще, по идее, устроить тут раскопки надо. И откопать эту крепость. Вот мы идем по стене, блин. Мне так интересно, что там. Вот здесь вот я говорю, есть ли здесь копнуть. Ой, здесь, наверное, можно черта лысого найти. Столько интересностей там, наверное. Кстати, хорошая идея, вот эта, которая пей-пей-пей, пищалка с неба здесь походить. А вдруг кольца, какие-нибудь золото, бриллианты. Так тут хорошо, ребята, вот эти вот лавочки. Вот это вот за пруда, пруд этот. Такая красота. Будем сидеть здесь и смотреть на птичек. Так мне нравится. Так, ребят, знаете, что я буду делать? Я так и дьяблоней не докрасил. Вон она шлендра. Франческо, кс. Че ты там? А? Иди сюда. Что ты там сможет глядываешь? Надо ей показать, что ли, этот домик под домом. Она, наверное, не знает его. Ой, я, ребята, буду сейчас это... Деревья докрашивать. Тут вот... Я поставил, уже дождик налил. Сейчас опять все заново размешать надо. И сделаю я в этот раз ее погуще. А еще, наверное, даже... А, много мешанул. Блин, идиота. Кусок. Ну ладно. Сейчас я ее сделаю прям такую густую. И домашнюю деревья. Вот эти яблони, видите? Вон, вон, вон я все покрасил. В углу там не покрасил. И тут на заднем дворе тоже. Короче, на заднем дворе тоже не покрасил. Тоже покрасить надо. Ой, ладно. Сперва надо... Я, знаете, как делаю? Беру вот эту вот свою любимую щетку, которую машины чищу и все делаю. И этой щеткой прям очень активненько. Так вот я беру и прям хорошо счищаю. Потому что это мне никто не учил. Это я сам так научился. Потому что когда не чистишь, меня прям бесит. Когда все это с краской попадает. Вот. И в общем, все это я счищаю и крашу. Франческа увидела, что я тут ковыряюсь, идет ко мне. Че дура ко мне идешь. Уже такая трава зеленая. Она там в теплице, наверное, была. Теплицу починили. И теперь она опять... Не знаю. Ты где, Шлендра, живешь? Где ты жить собралась? Где ты рожать собралась? Котяток своих. М? Охотница. Видит меня и бежит за мной. Бежит, бежит, бежит. Я иду в баню. Она за мной в баню. Хвостик мой. Хвостик, хвостик, хвостик. Игрули, игрули, игрули. Игрули, игрули, игрули. Игрули. Дурная, дикая кошка. Так, ну че, ребят, вот так вот берем. И все. И прям... Ай, перчатки не надел. Прям я вмазываю, вмазываю везде хорошо. И так все дерево. Перчатки надену. Помощница. А, помощница. Кто со мной играет? Кто меня уже так кусь-кусь делает? Франческа. Кс-кс-кс-кс-кс. Кс-кс-кс-кс-кс. Кс-кс-кс-кс. Ну давай, попрыгай здесь. Ай, хорошая девочка, хорошая. Дети там, да? На великах. Скоро я тут буду йогой заниматься. Вот здесь или вот здесь? слушайте а на улице вообще как лето как будто все ребята там у меня все готово смотрите кто тут пригрелся на солнышке на солнышке кто тут пригрелся франческо на солнышке пригрелась я красил яблони я нарядом сидела ой какая теплая а что за игрульки а что за игрульки а что за игрульки охотница охотница я тут крашу я нарядом сидит сам покажу как то получилось но он еще высохнет и будет вот так же дело а пока вам как к у него сегодня смотрите какой-то в него франческо она же ребята реально откликается игры франческо она такая франческо еще надо мне покрасить вот эти яблони я думаю сейчас я это не молодых даже скрепывать не надо сейчас я это все и покрашу раз два три четыре пять шесть семь яблон еще сейчас это все быстренько и зафигачу ребят короче я тут тоже все покрасил кроме вот этих трех маленьких вот это все покрасил и вот это вот не покрасил потому что она и так красивая сейчас смотрите тут что я обнаружил какие-то ландыши вылазят красота ребят я пошел гулять и смотрите что она уже далеко прямо ушла франческо куда ты пошла причем мне там кто-то из подписчиков написал ты ее по этой по имени говоришь и она вот за тобой бежит я сейчас вообще по телефону говорю она за мной побежала но ничего сейчас валит домой наверное иди домой дурная кошка пошел я круг пройду знаете что ребят хотел сказать есть я сейчас ставлю ссылку в описании эль там завела новый канал по рисованию по моему я так сильно еще и не вдавался в подробности не заходил по ссылке просто я сейчас прогуляюсь и сяду этот влог монтировать и поэтому скажу по рисованию да она создала канал переходите подписывайтесь на эль и вот ее рекламка заставка канала а ссылка будет в описании на этот канал так что вот сейчас уже поздно ребят время где-то у девятого я сюда постоянно теперь захожу к этой реке подхожу смотрю на речку и чуть-чуть постою потуплю и дальше иду здесь сухо а там куда с той стороны когда я хожу черт его знает высохло там не высохло вроде как серега едет тоже завтра поеду в питер и это по моему серега тоже поедет его если он приедет как хорошо мы с ним может быть сейчас потеплеет да куда-нибудь рванем сходим какой-нибудь походик как только мне снимать птичков так обязательно надо камазу какому-нибудь ехать возле меня ребята слушайте как лягушки мурлыкают птички поют и этот на дороге 5 вышел сижу слушаем слышите лягушки как мурлыкают кровь кровь говорят я туда шел а там какие-то идиоты питочки накручивает вроде же успокоились и камеру включил он опять крутится я включил чтобы послушали как лягушки мурлыкают козлы блин слышите капец нажрали что-ли там крутятся там происходит ребят закончу этот влог спасибо что вы посмотрели подписывайтесь на канал ролик эти видео с вами был над пока